Как связать такую повязку? Итак, набираем 26 петель. Итак, первую петлю кромочную мы всегда будем снимать и не провязывать. Вторая у нас будет изнаночная. Мы как бы ее начинаем, но тоже не провязываем. И, соответственно, все изнаночные петли будем не провязывать. Следующая, как вы видите, лицевая. Мы ее провязали. Опять изнаночная, но не провязываем, просто снимаем. Итак, чередуем все петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Как это правильно сделать, вы можете наблюдать на этом видео. Такой узор даст нам двойную плотность. Ну, вы это дальше увидите. Я уже подхожу к концу нашего ряда, но здесь такой нюанс. Последнюю изнаночную петлю мы должны провязать. И так тоже в каждом ряду. Это делается для того, чтобы кромка была красивой и аккуратной. Начинаем следующий ряд. Снимаем кромочную петлю, не провязываем. Потом изнаночную, как бы начинаем, но не провязываем. Опять лицевая. И так чередуем строго по рисунку. Вяжите столько рядов, сколько вам необходимо. Ту длину, которая вам нужна. Параллельно измеряя сантиметровой лентой или же прикладывая к голове. Я провязала некоторое количество рядов и вы видите, что у нас получается. Внутри она получается полая, пустая, теплая, двойная. Ну, а я продолжаю вязать дальше то количество рядов, которое мне необходимо. Ну, вот я и закончила. Теперь мы закрываем нашу вязку. Закрывайте удобным для вас способом, либо тем, которым я воспользовалась. Посмотрите в моем видео. Закрыли до конца наш ряд. Протянули ниточку через последнюю петельку. И теперь самое интересное. Нам нужно скрепить края нашей повязки так, чтобы они были красивые и как на картинке. Соответственно, складывайте их так, как у меня на видео. И сшивайте. Я буду сшивать специальной иголкой для вязаных изделий. Это очень удобно и быстро. Тут я уже как раз заканчиваю сшивать мои две половинки. Делаю петельку для закрепления и отрезаю веревочку. Выворачиваем и вуаля! У нас получилась повязка на голову. А теперь нам нужно с вами спрятать все веревочки. Для этого я беру крючок и просто провязываю сквозь петельки эту ниточку, чтобы она у нас спряталась. Лишнее все отрезаю. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если вдруг вам что-то было непонятно. А также буду рада увидеть ваши работы. Субтитры сделал DimaTorzok